Здравствуйте, друзья! С вами на связи Московский планетарий. Меня зовут Елена. Это наш ежемесячный выпуск рубрики «Астрознайка». Вы прислали нам несколько вопросов. На них я вам сейчас отвечу. Первый вопрос звучит так. Что же изучили о ядре нашей галактики? Что известно? И что там за преломление времени? Итак, ну давайте сначала поговорим о том, что такое галактика. Галактика — это огромный звездный остров. Мы сами живем в галактике. Галактика — Млечный Путь. В ней сотни миллиардов звезд. И вот в центре галактики находится его ядро. Там очень много звезд. Они находятся близко друг к другу. Они очень ярко светятся. Часто в ядре галактик можно наблюдать газовые диски, которые вращаются вокруг центра галактики. И также это место образования новых звезд. Предполагается, что в самом центре, в ядре, находятся сверхмассивные черные дыра. Она обладает невероятной массой. Миллиарды масс нашего Солнца. А масса, особенно такая огромная, может искривлять время. Вот вторая часть вопроса, она посвящена преломлению времени. Но время все-таки не преломляется. Обычно говорят, что преломляется лучик света. Время искривляется. Итак, время может меняться как по действиям скорости, так и по действиям массы объектов. Вот, я думаю, многие из вас смотрели фильм «Интерстеллар». И, наверное, помните, что там была такая, герои прилетели на планету, на которой один час длился, как наши семь земных лет. Почему такое происходило? Потому что эта воображаемая планета находилась рядом с черной дырой, массивной черной дырой. А масса может замедлить время. То есть любая масса может замедлять время. И вот чем больше масса, тем, соответственно, больше эффект этот проявляется. В центре нашей галактики находятся сверхмассивные черные дыра, поэтому и там тоже этот эффект проявляется. Сейчас хочу привести вам такой интересный пример. У нас есть спутники, которые обеспечивают нам навигацию. Но находятся они от Земли на достаточно большом расстоянии. И вот когда на Земле проходит одна секунда, там проходит больше времени. Это потому что спутник все-таки находится дальше от воздействия массы нашей планеты. И если бы мы не учитывали закон относительно Эйнштейна, то тогда наши навигаторы ошибались бы на десятки километров. Второй вопрос звучал так. Вот на всех схемах Солнечной системы все планеты, все орбиты планет располагаются в одной плоскости. На самом ли это деле так и почему? Да, на схемах Солнечной системы изображают планеты так, как будто их орбиты находятся в одной плоскости. Еще говорят, что находятся они в плоскости эклиптики. Эклиптика — это воображаемая плоскость, на которой лежит плоскость орбиты нашей планеты Земля. Орбиты других планет находятся вблизи этой плоскости. Это случилось, потому что планеты образовались из одного протопланетного облака, быстро движущегося, уплощенного, на которое вращалось вокруг Солнца. Однако плоскости планет других не совпадают с плоскостью эклиптики. Они имеют угол наклона. Довольно-таки большой угол наклона имеет Меркурий — 7 градусов. И очень большой у Плутона — 17 градусов. Другие планеты тоже имеют угол наклона, но, правда, не такие большие, но где-то 1 или 2 градуса. Также планеты удерживаются более-менее в одной плоскости своим суммарным притяжением. Если бы какая-нибудь планета решила бы изменить свою траекторию, куда-нибудь сбежать, другие планеты своей силой притяжения вернули бы ее на свое место. Друзья, спасибо вам за ваши вопросы. Они очень интересные. В следующем месяце, в следующей рубрике, мы ждем от вас новых вопросов. Подумайте, что бы вы хотели еще интересного узнать о космосе, об астрономии, и обязательно задавайте эти вопросы в наших социальных сетях. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова